Книга «Верный друг человека». Об этом напомнила общенациональная акция «Библия-ночь». Во всех городах России посетителям открывали свои двери библиотеки, музеи, галереи, книжные магазины. Гости участвовали в мастер-классах, литературных вестах, различных конкурсах, встречались с писателями. О том, как к чтению приобщались жители поселка Новомихайловский, в сюжете Дарьи Турановой. Окунуться в таинственный мир книг, отправиться в сказочное путешествие взрослым и детям помогает библиотека. Раз в год привычное пространство полок с книгами преображается в удивительную историю, полную открытий. Акция «Библия-ночь» проходит уже второй раз. Основная цель – это поддержка чтения как образа жизни. Новомихайловцы с большим удовольствием посещают это мероприятие. Участие принимают не только взрослые, но и еще с большим интересом юные читатели. Новомихайловская детская библиотека подготовила для ребят незабываемый праздник. Уже на входе встречают герои и атрибуты любимых сказок. Здесь и добрый волшебник, с которым ребята вспоминают песни из мультфильмов, и настоящий спектакль, где главные герои, конечно, сами дети. Каждый ребенок чувствует себя здесь как дома. Никто не обделен вниманием и заботой. Всех угощают чаем, да не простым, а из настоящего самовара с вкуснейшим вареньем. Нам понравилось больше всего пить чай, проходить тест на компьютере. Еще один ремок. Играть в теремок. Такие встречи с читателями сближают, а главное прививают интерес к литературе. Благодарны, конечно, организаторам за такие мероприятия. Это очень полезно для детей. И вот до этого момента мы как бы не думали. Она еще маленькая у нас, мы думали ходить в библиотеку. Но после этого праздника, конечно, обязательно. Мы будем просто регулярно посещать. Пока дети под опекой библиотекарей познавали все литературные таинства, взрослые тоже приобщались к прекрасному. И вот спасибо нашим читателям, что они пришли сегодня на Библионочь. Отложили все свои дела. Ну, когда берешь в руки книгу, то сразу забываешь про все. И вот пусть они забудут свои заботы, хлопоты. Специально для этого события Людмила Васильевна подготовила мастер-класс по висероплетению. Она занимается этим не так давно, однако уже удивляет и радует своими работами. Вот я радуюсь, когда люди смотрят и тоже радуются. Говорят, как красиво. Вот это мне больше всего нравится. Как красиво. Я рада, что люди довольны. Я даю людям хороший посыл такого настроения. Сотрудники библиотеки в очередной раз напомнили новомихайловцам, что нет ничего прекраснее общения человека и книги. Человека и человека. Пусть каждый день прекрасными лучами вам улыбаются и люди, и цветы. И пусть всегда по жизни рядом с вами шагают любовь, здоровье, счастье и мечты. Дарья Туранова, Алексей Кузьмин, телеканал Орленок ТВ.